Эту историю мы начали рассказывать вам осенью 2022 года. Тогда на Клистовке известный соликамский спортсмен-колясочник Сергей Вяткин не смог попасть в аптеку, нажав на кнопку вызова. Попросил разобраться с ситуацией руководства учреждения и, не дождавшись от них ответа, привлек уже местные власти. Далее депутат микрорайона Клистовка обратился к местным общественникам, а те, в свою очередь, в прокуратуру. Вроде как должно было быть принято какое-либо решение, однако шли месяцы, а ситуация не менялась. Вот и в эти выходные, приехав в аптеку, Сергей Вяткин снова не смог попасть в нее. В данный момент я ничего такого не заметил, то, что изменилось. Кнопку перенесли, а кнопка перенесена, смысл, а я до нее все равно достать не смогу даже, приехать, если так. Изменений каких нет, у Панглес как был, не ассоциированный, не по ГОСТу, так он и есть. Казалось бы, но не смог заехать в одну аптеку, езжай в другую. Проблема не такая большая, однако не тут-то было. В Соликамске, как оказалось, таких объектов множество, говорят активисты, объединившиеся в борьбе за права людей с ограниченными возможностями здоровья. Нельзя попасть в аптеки и магазины. Мы продолжаем держать эту ситуацию под контролем, потому что такие социальные объекты, как аптеки в городе Соликамске, должны для всех слоев населения быть доступными. Это в первую очередь. Именно поэтому проблему было так важно решить. Не дало результата обращения в прокуратуру, пишем еще раз, решили люди. И нынче весной добились таки переноса кнопки вызова, ее нормального рабочего состояния и реакции руководства аптеки на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях устранения выявленных нарушений законодательства Соликамским городским прокурором по адресу руководителя юридического лица было внесено представление. По результатам его рассмотрения одно должностное лицо было привлечено в дисциплинарные ответственности. Кнопка вызова персонала перенесена в более доступное для вышеуказанной категории граждан место. Что ж, результат вдохновляет. Теперь в планах у соликамских активистов разобраться по максимуму с недоступными для маломобильных граждан объектами. Ведь их осталось еще так много. Вера Андреева, Любовь Битнер. Наши новости.